всем привет я поздороваться чтобы видели что я жива-здорова иду на автобус сейчас переключу чтобы было хорошо слышно я как обычно понедельник у меня тренировка поэтому я иду на автобус дома приготовила им покушать котлет пожарила там все если каша и пюрешка оставалось так что они не голодные а я позавтракала и иду сегодня отчетный день посмотрите мой вес конечно прибавился знаю я от чего это знаю свои косяки как говорится я удерживаю вес поэтому позволяю себе лишнего вот она все и показывает лишние в основном фрукты я понимаю что должно быть больше белка трошки же жира должно быть вот но сейчас сезон фруктов я не могу себе отказать еще вы видели павлович приносит не яблоки такие хорошие а я их люблю страшно поэтому я сейчас себе практически в яблоках не ограничиваю поэтому и калорийность увеличилась и ведь и сахара это все сказывается на весе я в том году я думаю я такой ошибки не допущу буду все равно контролировать эту неделю более жестче потому что в том году я вот с августа по когда я начала худеть 8 января начала после всех праздников то набрала 6 половиной килограмм вот этих всех фруктах поэтому надо немножко жёстче контролировать и набрала это не то что я вот эти 6 килограмм в том году что я ела обжиралась вот так тоже по чуть-чуть позволяла лишнее то мороженое то фрукты то какой-то пряничек их там один два дня на 1200 потом опять что-то себе позволю и постепенно постепенно они так и набрались эти 6 килограмм поэтому я теперь не буду так ожидать когда они наберутся ну в общем самый такой контрольный вес интересно это будет на следующей неделе как поведет себя организм через неделю потому что то что я набрала килограмм это такое может быть отеки может быть я же говорю лишних фруктов съела а вот уже следующая неделя покажет если ползет вверх то нужно бить тревогу а если опять восстановится то значит все нормально ой что-то я так быстро иду автобуса еще нет нет а я что-то так заговорилась и прямо бегом-бегом уже привыкла быстро ходить узнаете уже медленно и не могу я вообще всю жизнь много ходила хоть я и была толстая находила я много все-таки работа у меня такая была 12 часов на ногах конечно было очень тяжело в одно время работала такую аптеку что я в туалет ходила чтобы просто посидеть и вытянуть ноги работа тяжелая но так кажется что там фармацевт делает в аптеке а постой 12 часов за прилавком вся на тебе ответственность и правильно надо выдать и правильно все оформить там и документации полно и рецепты и кассовые аппараты и эти все кассовые вот эти ска деньги вот эти которые инкассации тоже все надо заполнять правильно в общем книги эти все очень ответственно оплатили копейки работал за десятерых ты бухгалтер ты фармацевт ты и медсестра ты и уборщик поэтому я не что-то мне это профессия эта работа прямо уже отвращение от этой работы автобус да еще и не наш поедем на не нашем автобусе я тренировалась иду зайду сейчас магазин кошкам вкусняшку куплю то они едят плохо смотрят на меня давать и себе какую-то вкусняшку посмотрю ну ты жарко даже не знаю сколько градусов это хорошо тепло это хорошо все равно уже не тоже не тоже раз что было в августе но жарко сейчас пойду туда тут магазин решила по ходу 6 second hand зейте посмотрю что тут хорошим ну ну как вам такая кухня руки да немного висят на ней что-то не что-то не то ничего такой неудобная такая раздевалка рукава широкие очень вот такая кофта рукава как-то широковато убираю свитерок какой-то надо теплым просто очень просто футболка и руки оттягивает ну хорошо видно и шо секонд фенда в магазин помыла уже получили ого 90 гривен ну что 55 нектарины 53 очень дорого очень дорого помидоры 32 30 перец 30 нет это дорого так я своим кошкам пойду куплю пару штучек вкусняшки ой я так хочу только то мне Диму надо просить чтоб он на мотороллере привез так а что тут ага да и где он этот корм ничего нет пусто 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 все наелись мои кошки наелись а ну я что нибудь наемся сегодня так а что что такое что я могу себе позволить а ничегошеньки а ничегошеньки то что я хотела съесть я себе позволить не могу ну ладно в следующий раз тогда пойдем просто на остановку или может зайдем сверху сейчас я посмотрю по ой у меня круп никаких нету ну ладно я еще завтра буду наверное в городе ну ладно гречка 42 50 ладно дорого так что ж оно так дорого все стало ладно побежала на остановку пойду через роддом свой любимый работала там 15 лет я уже рассказывала хотела сказать говорили ух ты его вражулька это я заходила в секонд фенд мерила всякие там кофты ну уже осень хочется что то такое теплое что то какую то обновку покупать то что бы мне хотелось дороговато и качество такое не очень ну а здесь в принципе что то можно выбрать я не брезгую померила что то мне ничего не понравилось там то рука в широке то я какая то такая не такая но я не об этом я хотела сказать почему я даже это иногда делаю нарочно вам показываю потому что это очень мотивирует я не знаю как вас но меня это раньше очень мотивировало когда другие девочки ходили меряли ой как мне хотелось ну вот теперь я хожу меряю показываю вам так что заряжайтесь моей энергией передаю вам все положительные флюиды заряжайтесь худейте ходите меряйте получайте какое то моральное удовлетворение потому что это приносит какую то радость что ты можешь померить вот мне нравится даже этот секонд фенд из-за того что ты набрал себе всякой ерунды пошел померял никто тебя не трогает за руки не хватает не рассказывает хорошо мне или плохо мне а вот в магазинах и на рынке и в магазинах как начнут а я вообще-то человек такой немножко внушаемый мнительный я не люблю вот этого когда начинают тебе хватать за руки рассказывать как мне хорошо и все остальное я конечно стараюсь закрываться от этого всего но не люблю из-за этого вот не люблю ходить по магазинам нельзя нормально ничего вымерять потому что сразу подбегают и начинают предлагать целую кучу я люблю более спокойно вот это мой роддом ну это не только роддом тут я уже рассказывала генетический центр и гинекология и женская консультация и много чего тут есть 12 отделений у меня было по-моему да я обслуживала сейчас вот тише гладь благодать а вон он роддом видит шестиэтажный не знаю что тут уже я сюда не ходила давно ни с кем не встречалась уже и работников таких и нет с кем я работала может там несколько человек люди то уезжали все то в Польше то в Италию уже давно как только более-менее нормальная медсестра и все сразу поехала а что они там хоть денег заработали это какое-то отношение другое а здесь у нас только только доктора у нас все паны такой здесь переход ой под мостом увидите там речка внизу ух слышно как машины ездят никого видите страшненько надо переходить уже не страшненько уже дядечка какой-то все теперь наверх теперь вот такая лестница наверх прямо потемкинская показываю показываю вам мост по всей красе и снизу и сверху вот такой мост через реку вот такая речка у нас хочу вам снять памятник патаману Петру Калнышевский по-моему а ну смотрите дата рождения и дата смерти больше 100 лет человек проживает здесь уже все переобразовывает открывает новый торговый центр мало их у нас в городе вот такой будет опять еще один новый торговый центр и когда откроется приду покажу вам что они тут открыли все разваляется тут было вот и строят новое даже остановку демонтируют я приехала на конечную остановку та зашла в ларек купила хлеба белого думаю мы уже вечером сделаются шпицу ленивую не для себя для сына вот думаю что черного хлеба не то кто там кукукает хотела еще пряников купить ну думаю есть немного хватит нету у них в общем так иду домой тиш височник какая тишина смотрите какие небо какое красивое облака а вы заметили что небо последнее время такое стало более синее такое красивое не знаю или раньше я меньше смотрела в облака какое то оно не такое и не шелохнется тишина 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 о Аркаша наверное к нам с тачечкой дрова забирает у нас машет Машет.